В этом году более 12 тысяч подростков в Самарской области получат возможность приобрести свой первый трудовой опыт и развить навыки, которые будут полезны им в будущем. Большие летние каникулы наиболее удобны для получения такого опыта период. На какую работу могут рассчитывать несовершеннолетние? Где узнать о вакансиях и как обезопасить подростков от недобросовестных работодателей? Об этом и многом другом мы будем говорить сегодня с директором молодежного центра «Самарский» Ольгой Петрухиной. Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Здравствуйте. Ольга Юрьевна, если сравнить цифру, которую я вначале озвучила с 2021 годом, то она почти удвоилась. То есть в мае 2021 года Минтруд Самар сообщил, что численность несовершеннолетних, которые будут временно трудоустроены, составит 6676 человек. Сейчас более 12 тысяч запланировано, но это всего по области. Как вы это прокомментируете? Почему такое повышенное внимание к процессу трудоустройства несовершеннолетних и какие цели преследуются при привлечении подростков к трудовой деятельности? Ну действительно, процесс временного трудоустройства несовершеннолетних граждан – это очень важный процесс вообще в целом. В социализации молодежи, в воспитании трудовых навыков молодежи, в глобальное и очень важное мероприятие в сфере профориентации, профессионального определения подростков. И действительно, у нас в регионе это направление развивается очень хорошо много лет. И если говорить конкретно по городскому округу Самары, то мы трудоустраиваем ежегодно более трех тысяч подростков на временные рабочие места в летний каникулярный период и свободное от учебы время. Ребята могут поработать в рамках муниципальных программ и областного финансирования, областных субсидий. Это вот то, что касается возможностей, которые могут получить вот в рамках, скажем так, целевых программ. Но мы также не забываем, что есть хороший интерес к молодому подрастающему поколению и со стороны работодателей коммерческих организаций, которые действительно, правильно вы отметили, более трех лет развивают это направление и предоставляют больше возможностей подработок ребят, особенно вот в летний каникулярный период. А им зачем это нужно? Работодателям, коммерсантам, когда придут к ним неопытные, в общем-то, работники, неквалифицированные? Но сейчас независимо коммерческие это предприятия или государственные и муниципальные предприятия уделяют большое внимание именно привлечению молодых кадров к себе на предприятии. Действительно, чтобы показать свое предприятие, производство, компанию, организацию, показать, какие ценности этой компании преследуются, какое производство существует, какие сотрудники работают, какие есть возможности целевого обучения. То есть многие компании, я бы сейчас сказала, даже, наверное, большинство, которые у нас существуют на рынке труда, они все-таки ориентированы именно обучать с нуля молодых людей для того, чтобы они дальше развивались на этих предприятиях. То есть получается процесс такой обоюдный, выгодный и для одной стороны, и для другой? Абсолютно верно. Тем более мы понимаем, что в период каникул это все-таки для основных сотрудников, для многих период отпусков. И вполне, скажем так, действительно взаимовыгодный процесс и для работы дателя, и для подростка, когда какие-то функции подросток может взять на себя во время отсутствия основного работника, когда он находится в период отпуска. Также хочу отметить, что все равно Самара это мощный город, и очень много у нас промышленных предприятий, компании заинтересованы в том, чтобы ребята выбирали направления обучения, соответствующие, которые нужны на этих заводах, на этом производстве, и приходили в дальнейшем на трудоустройство. Поэтому, например, если мы направляем на работу, то на таких заводах, как завод приборных подшипников, как стром-машины щит, для ребят проводятся даже в первые дни экскурсии по всему предприятию, знакомство с музеем, с историей. То есть можно будет пообщаться непосредственно со службой персонала, просмотреть работу отдельных отделов, отдел маркетинга, производства, сбыта, логистики и так далее. Широкий взгляд на производство. Однозначно, и это возможность для подростков определиться и посмотреть, в каком направлении дальше можно двигаться. Это хорошее направление в сфере профориентации. А на какую работу и на какую зарплату ребят могут рассчитываться? Если говорить непосредственно о трудоустройстве, которое организуется у нас в молодежном центре Самарский, то мы предлагаем работу на временные рабочие места по легким видам работ, которые у нас регламентированы и ориентированы на Трудовой кодекс Российской Федерации. Это такие вакансии, как помощник специалиста, то есть что делают? Работают с документом, с архивом, ксеркопируют, тиражируют документы, составляют какие-то реестры, работают в компьютерных каких-то программах, которые могут выполнять для возраста, осуществляют курьерскую деятельность. Второй блок — это, скажем так, вакансии, которые больше на улице, такие как садовник, уборщик территории, подсобный рабочий. Очень много ребят работают в таких крупных организациях, как ботанический сад, ТОСы очень много. У нас есть такое направление, как помощник вожатого, когда ребята работают в лагерях дневного пребывания, в июне, вот сейчас, например, при школьных лагерях, центрах дополнительного образования. Заработная плата у ребят, у всех исчисляется из расчета МРОД. МРОД сейчас составляет 19242 рубля за полный отработанный месяц. Плюс каждый подросток получает материальную поддержку от службы занятости населения, которая также составляет 2250 рублей за полный отработанный месяц. Но мы также не забываем и соблюдаем, и все работодатели, обращая внимание, да, и коммерческих организаций, кто сейчас смотрит нашу программу, что для подростка есть нормированный рабочий день, и он определенно четко, нормы выработки у них есть. Подростки, кому 14 лет, работают в летний каникулярный период, 4 часа в день. Ребята, кому 15 лет, работают 5 часов в день, и в пятницу 4 часа, потому что и 16-17 лет у нас ребята работают до 7 часов в день. 7 часов это максимально. Суббота, воскресенье для подростков, выходные дни всегда. Скажите, всем ли хватает вакансий, ребятам, которые обращаются к вам? Желающих работать, конечно же, очень много. Мы, например, сейчас на июнь взяли более даже тысячи человек. Конечно, ребята, желающие есть всегда, скажем так, да. И я хочу сказать, что многие ребята хотят поработать там все лето с 1 июня до 31 августа, да. И я как эксперт в этом направлении всегда рекомендую и родителям, и детям все-таки в летний период позаботиться, скажем так, о гармоничном проведении лета, потому что все равно это период оздоровления, восстановления сил, потому что трудоустройство и работа в летний период – это очень большая, мощная и психологическая, и физическая работа для подростков все-таки. То есть не надо от звонка до звонка, как говорится, 3 месяца работать ребенку, надо оставить время и на досуг, да? Согласна с вами. Кому из детей отдается предпочтение, возможно, при каком-то существующем дефиците вакансии, возможно, я могу подумать, что это могут быть дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации? Абсолютно верно, да. Мы в первую очередь трудоустраиваем подростков в трудной жизненной ситуации. Это ребята, которые находятся под опекой, проживают в государственных учреждениях, ребята, имеющие инвалидность, ребята из малоимущих семей, ребята из семей СВО и так далее, да, то есть многодетные, неполные семьи, то есть мы их трудоустраиваем в первую очередь. Большой процент от всех вакансий? Ну, к нам обращаются, да, большей частью, где-то процентов 60-65 сейчас, вот на текущий момент, это ребята трудной жизненной ситуации. Ну, возможно, эти дети именно и нуждаются острее в необходимости поработать, и денег заработать, и социализироваться? Абсолютно верно, я с вами согласна, что здесь важен и финансовый момент, и здесь важно то, что такие все-таки ребятки больше испытывают трудности при даже вот прихождении собеседования, при поиске работ в иные коммерческие организации. И если говорить в целом о статистике, то, конечно же, к нам в центр больше процентов 70 обращаются ребят, кому 14-15 лет. То есть мы имеем хорошую практику из года в год, который повторяющийся. То есть ребята в 14-15 лет работают у нас, допустим, в летний период, да, а в 16-17 лет уже ищут работу на рынке труда. По этому профилю и где-то учебу, возможно, даже. Абсолютно верно. То есть они уже профориентированы. Да, и они уже имеют возможность и получить, возможно, зарплату больше, так где, и уже попробовать по конкретной какой-то специальности, если ребенок, например, поступает в колледж или уже учится в колледже, да, и уже такие дети, как правило, имеют навык, опыт трудоустройства, который им позволяет успешно пройти собеседование, составить резюме. У них уже есть и электронная трудовая книжка, да, потому что трудоустройство мы осуществляем согласно законодательству Российской Федерации. Это входит в общий трудовой стаж. Это тоже очень важный момент. Тогда расскажите, каков алгоритм трудоустройства в подростках? Вот с чего все начинается? Подросток должен прийти к вам, собрать какой-то пакет документов? Расскажите. Значит, даже если мы говорим в первую очередь про нас и вообще в целом про коммерческие организации, то, в принципе, алгоритм практически везде одинаковый, да. В первую очередь нужно посмотреть, какие вакансии предлагает организация, да. Наши вакансии я уже ранее озвучила. Но если придешь к вам-то, вы сразу и вакансии предлагаете, наверное, тут все проще? Мы, да. То есть у нас вся информация есть и на сайте. То есть ребенок может посмотреть, какие это вакансии, что входит в функционал и так далее, да. Второй момент – это обязательно пакет документов, необходимый для трудоустройства, который, к сожалению, очень часто пугает и родителей, допустим, да, и детей. Я всегда считаю, что рекомендую родителям все-таки прививать некую правовую, финансовую грамотность нашим детям. И вот ситуация временного трудоустройства подростков – это хороший тренажер, когда они могут потренироваться, скажем так, в безопасных организациях муниципальных, да, и поработать. А почему, когда подросток предоставляет документы для трудоустройства, это гарантия того, что с ним будет заключен трудовой договор, его права и обязанности будут соблюдаться, ему выплатят заработную плату, его условия труда будут безопасными, да. То есть если ребенок там трудоустроится в какие-то коммерческие организации в иные, да, там будут прописаны какие-то материальные выплаты и другие гарантии и так далее. Если говорить про нас, про документы, их можно посмотреть на сайте, на что обращаем внимание, да, по сути, конкретно нам нужно три основных документа. Это медицинская справка форма 086У, которая свободно оформляется в поликлинике по месту жительства. Тоже очень многих пугает почему-то. Почему-то, да, хотя она так и называется для абитуриентов и поступающих на работу впервые. При этом любой работодатель также потребует прохождения медкомиссии в любом случае. Второй момент – это справка с места учебы либо документа об образовании, то есть аттестат после девяти классов, да. И третий момент – если вы трудоустраиваетесь в нашу организацию, а мы работаем с детьми, и согласно федерального законодательства нам необходимо предоставить справку об отсутствии либо наличия судимости. Эта справка оформляется через портал госуслуги, можно через профиль родителя, профиль ребенка. Вообще административный регламент изготовления этой справочки составляет до 30 дней, но в этом году ее справочку делают от 5 до 7 рабочих дней. Ох, как хорошо сказать. В практике, да. И ехать никуда не надо, она придет в личный кабинет. Если есть трудности именно с использованием электронных услуг, то можно обратиться в ближайший МФЦ, либо на полевой 4. Все. Остальной перечень документов – это копия. Копия паспорта, СНИЛС, номер ИНН, реквизиты для карты. Такой же перечень нужно будет при трудоустройстве и в любую другую организацию. Согласие родителей несовершеннолетнего нужно? Сейчас требуется только заявление родителей 14 и 15-летним подросткам. 14-15 лет. То есть 16-17, ребенок уже, в общем-то, самостоятельен. Абсолютно верно. И вы полагаете, что он самостоятельно может справиться со сбором всех этих необходимых документов? Я в этом просто уверена и считаю, что это хороший шаг, хорошая, еще раз, как сказать, тренировочная ситуация, когда задача родителей просто оказать информационное содействие в том, чтобы ребенок собрал эти документы. Поверьте мне, очень часто бывает практика, когда ребенок теряется и не может различить паспорт, оценился. И понятно, что 14-летний юный возраст, и мы не спорим. Но мы же, специалисты центра, в любом случае также разъясним, какой из документов для чего нужен. И в будущем таких ошибок ребенок совершать не будет. Это просто говорит о том, что если он придет в следующую организацию, работодатель увидит, что ребенок очень грамотно приносит все документы. Все-таки многие считают, что можно миновать официальный путь трудоустройства, как-то где-то что-то узнают, и быстренько, вот чтобы, возможно, не собирать такой большой, как им кажется, пакет документов, быстрее все это сделать. Какие тут могут быть неожиданности на этом пути, иногда неприятные, возможно? Я с вами согласна, что чаще всего такой путь, он неприятный и небезопасный для подростка. И задача и специалистов, которые работают в сфере образования, и в органах системы профилактики, к родителям в первую очередь все-таки проговорить с детьми и рассказать больше о том, какие последствия могут быть. К сожалению, сейчас, да, на рынке труда есть недобросовестные работодатели, которые могут не выплатить заработную плату, которые могут предложить такие виды работ, которые принесут ущерб здоровью ребенку, в том числе, например, даже просто покрасить какие-то лавочки и так далее. Сейчас очень много, как сказать, таких видов работ предлагается, которые влекут за собой и уголовную ответственность, да, и нечестная, скажем так, некая курьерская деятельность может быть. И таким образом у ребенка просто не то, что будет негативный первый положительный опыт, он может обернуться в административную и уголовную ответственность, да. И все-таки нам, и нам, специалистам в этой сфере, и родителям, важно создать благополучные условия труда. То есть разговора о неофициальном трудоустройстве вообще быть не может. И ребята сами, которые, возможно, нас сейчас смотрят, их родители должны хорошо вот это вот запомнить. Чтобы не сулил работодатель, возможно, большие деньги какие-то. Нет. Только официально трудоустройство с оформлением договора, с подписями, со всеми гарантиями, с соблюдением всех прав несовершеннолетнего. Однозначно, да. Трудовой договор читаем внимательно, смотрим. Да и вообще, если вы самостоятельно ищете вакансии, это, во-первых, конечно, здорово. Это хороший шаг для подростка. Это хороший опыт. Правильно делайте. Но прежде чем вас пригласили на собеседование, зайдите на сайт этой компании, прочитайте вообще действующая она, какие она предлагает там услуги, вообще как она существует на рынке труда. И только после этого уже надо будет идти на собеседование. И принимать решение. Конечно, конечно. А по каким причинам на законных основаниях могут подростку отказать в трудоустройстве? Хороший вопрос. Но в первую очередь в Трудовом кодексе, как сказать, есть такие направления, такие статьи о том, что работодатель вообще не может предлагать работу, которая требует профессионального уровня подготовки и квалификации. То есть я про то, что подростка нельзя взять на должность юриста, бухгалтера, экономиста и так далее. И здесь смысл в том заключается, что, скорее всего, подростку предложат и такие соответствующие вакансии. То есть, скорее всего, это будут какие-то легкие, вспомогательные, легкий труд, вспомогательные виды работ и так далее. Может быть, которые не очень, как сказать, престижны, покажутся подростку. Ну что ж, сначала получи квалификацию, надо выучиться, потом соответствовать данной должности, на которую претендует подросток. То есть это законно? Это да. И все-таки мы должны с подростками не забывать, что первый опыт, он, скорее всего, больше именно по профориентации, про то, что есть культура труда, про то, что есть вообще корпоративная культура, культура, сотрудники, какие направления работы. И просто посмотреть и получить опыт. Очень часто у нас бывает, когда за летний период подростки хотят поработаться в разных организациях, чтобы получить представление. Очень часто, когда трудоустраиваются первый раз, говорят о том, что хочу работать только помощником специалиста. Вот только помощником специалиста. И когда приходят второй раз, говорят, нет, хочу попробовать где-то поработать руками. А поработать с детьми? Когда спрашиваешь, почему? Да потому что 7 часов рабочих, это тоже тяжело в постоянном напряжении. Да, и у нас-то какие представления? Помощник специалиста, да? Сидим в красивом кресле. Кофе. Кофе носим, да, и пьем. Абсолютно верно. Но работодатель, если он вас приглашает на работу, то он вас ждет. Он тоже ждет для того, что, во-первых, он проводит с вами инструктажи, он организует вам стажировку, и он в вас видит помощника, да? Поэтому представитель кто-то, кто ответственный, они будут давать вам задания, будут его проверять. И я, конечно, согласна. В летний период, когда жарко, может быть, и 7 часов действительно сложновато. Существуют ведь и кадровые агентства, которые могут подыскивать вакансии в том числе, да? Все-таки в чем преимущество, на ваш взгляд, бюджетных организаций, которые помогают подросткам, несовершеннолетним в трудоустройстве вашего центра конкретно? Ну, во-первых, еще раз повторюсь, это безопасность для подростков в первую очередь, да? То есть можно посмотреть всю информацию о процессе трудоустройства и на нашем сайте, да? Можно посмотреть в рамках каких муниципальных программ организовано трудоустройство. Можно вообще задать любые вопросы. Вообще, как организован процесс, к скольким часам ребенок приходит. Можно посмотреть отзывы о трудоустройстве у нас в госпабликах ВКонтакте, например, да, на стене группы. Мы имеем многолетний опыт в этом направлении. Конечно, надо в первую очередь подростку обращаться в государственные, в муниципальные службы, может быть, даже в службу занятости населения. Там помогут в любом случае. То есть там все прозрачно и все надежно? Да, абсолютно верно. И тем не менее, задам такой вопрос. Вы сталкивались со случаями какой-то эксплуатации детского труда? Ну, возможно, вот не той работой нагрузили, перегрузили, больше потребовали объема работы, не доплатили? Ну, честно, я нет, не сталкивалась. Если честно, то, может быть, в последнее даже время больше сталкиваюсь о том, что многие подростки, ну, не многие, нет, не будут говорить, что это большое количество, нет. Но есть малый процент, которые пришли на работу, ну, мам заставил, папа привел, да, там, пообещали телефон купить. И когда подросток приходит на работу, как сказать, без желания, неответственно, мама выбрала за него, куда пойдет, хотя мы всегда при трудоустройстве позиционируем и приглашаем самого работника. Но, конечно, есть родители, которые проявляют повышенный интерес. Давление оказывает на ребенка, наверное, оно неуместно. Если мы говорим о профориентации, тут важно учитывать мнение молодого человека. И очень часто такие случаи заканчиваются очень негативным первым опытом, когда ребенок в процессе работы сидит в телефоне, поступают жалобы, обращения от организации, что ребенок ничего не хочет делать, никакую работу не хочет выполнять. И в результате в проигрышной ситуации оказались все, и ребенок, и работодатель, и тот же родитель, да. Поэтому здесь больше задача родителей проговорить с ребенком, может быть, о своем первом опыте, как он получил свой первый опыт, как он волновался, как ему было тяжело. И одобрить любой выбор вашего ребенка, даже если он пошел уборщиком территории или высаживать цветы, я не знаю, в какой-то детский садик, да, то есть какую-то такую работу выполнять, может быть, с родителем, который, кажется, не очень престижный для ребенка. Если подросток на работе, на своей временной, столкнулся с каким-то ущемлением его прав, куда все-таки ему нужно обратиться? Нет, ну это однозначно надо обращаться и к работодателю, да, непосредственно, если через нас молодежный центр трудоустраивается, и в органы прокуратуры, контролирующие органы, да, и обязательно в федеральную инспекцию по труду. Ну, наверное, проще подростку все-таки к вам прийти в центр, если вдруг что-то он почувствует, что-то не то. Да, ну вот, честно, пока, как бы, такие вот моменты... Не было таких прецедентов. Да, мы не наблюдали. Ну, дай бог, и не будет, конечно. Ну, потому что грамотная выстроенная подготовка этого процесса, да? Конечно, с нами работают работодатели, которые берут из года в год. Там обучены наставники на этих предприятиях, потому что у нас разные же дети приходят. Есть и дети, которые приходят, которые стоят на учете в органах системы профилактики, да, и у которых есть даже судимости. И наставники – те люди, которые знают и понимают, какая категория пришла, какие подростки придут. Ольга Юрьевна, одна минуточка буквально до завершения эфира. Все-таки скажите, кому бы из подростков вы прям вот порекомендовали поработать летом, получить этот навык, и на что внимание родители обратили бы? Очень коротко. Всем подросткам в возрасте от 14 лет обязательно. И чем раньше, тем лучше. В 14 именно начинать, не ждать 16-17 лет. А задача родителей – поддержать ребенка, поддержать его выбор, поддержать его первые рабочие дни, потому что, поверьте, это будет большой стресс для вашего ребенка, да. И по окончанию работ похвалить ребенка за то, что вот он провел лето с пользой, обсудить, может быть, какие мысли у ребенка появились в рамках его будущей профессии, да, поддержать ребенка в этом, оказать поддержку. А Центр Самарский, молодежный Центр Самарский тоже поддержит. Пожалуйста, приходите. Если еще остались у кого-то какие-то вопросы, тоже можете там их всегда задать. Абсолютно верно. И время нашей программы подошло к концу. Ольга Юрьевна, благодарю вас за исчерпывающую, на мой взгляд, информацию. Напомню, нашей гостью сегодня была директор молодежного Центра Самарский Ольга Петрухина. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова